В Краснолучской школе номер 7 продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Их выполняют специалисты Республики Башкортостан. Строители уже завершили демонтаж кровельного покрытия и окон. В настоящее время ведутся работы по закрытию теплового контура. Этот этап включает в себя монтаж новой кровли, запуск отопления и установку новых стеклопакетов. Всего в образовательном учреждении около 300 окон. 80% на данный момент заменили. Помещение школы уже отапливается. Новости телеканала «Луч». Уважаемые жители города Краснолуч! На основании указа главы Луганской народной республики об утверждении порядка учета граждан, жилые помещения которых повреждены либо утрачены в результате проведения боевых действий и которые нуждаются в жилых помещениях маневренного жилищного фонда. Их вселение в такие помещения, а также предоставление компенсации собственникам жилых помещений, включенных в маневренный жилищный фонд от 27 сентября 2022 года номер УГ 953-22, администрация города Краснолуч Луганской народной республики проводит работу по принятию заявлений от собственников жилых помещений, согласных предоставить свою собственность для включения в маневренный жилищный фонд администрации города Краснолуч Луганской народной республики. Собственники, изъявившие желание передать жилое помещение в маневренный жилищный фонд администрации города Краснолуч Луганской народной республики за счет средств государственного бюджета имеют право на получение компенсации в виде выплаты денежных средств на ремонт жилого помещения 6 тысяч российских рублей за один квадратный метр, либо за отказ от права собственности на жилое помещение 35 тысяч российских рублей за один квадратный метр, исходя из общей площади жилого помещения. За получением подробной информации обращаться в отдел жилищной политики администрации города Краснолуч Луганской народной республики по адресу город Краснолуч коммунистическая 33 или по телефону 2 00 40. Статистика гласит, пожары в жилом секторе чаще всего происходят из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 27 ноября это стало причиной гибели 39-летней женщины и двухлетнего ребенка в поселке городище Перевальского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЛНР. Пожар в жилом доме произошел в результате короткого замыкания электропроводки. Она возникает из-за нарушения изоляции в электропроводах и кабелях, вызываемая перенапряжением, износом изоляции и механическими повреждениями. Опасность короткого замыкания заключается в увеличении силы тока на сотни тысяч ампер, из-за чего происходит выделение большого количества тепла в проводниках за очень короткий промежуток времени, что приводит к резкому повышению температуры и воспламенению изоляции. Чтобы избежать опасных последствий, необходимо помнить важные правила. Категорически запрещается соединять провода в виде скрутки. Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей энергии. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям. При проведении скрытой электропроводки, например, за подвесными потолками, используйте кабель, не распространяющий горение, или помещайте его в стальные трубы с определенной толщиной стенки, которая не прожжется при возникновении короткого замыкания. Необходимо использовать предохранитель, соответствующий для вашего потребления мощностью. Если он часто отключается, значит где-то есть неполадки в соединениях проводов или вы потребляете большее количество энергии, чем рассчитан предохранитель. В этом случае обязательно вызовите специалиста. Уходя из дома, не забывайте выключать освещение и все электроприборы, кроме холодильника. Не оставляйте их в режиме ожидания. Помните, короткое замыкание – это не причина, а следствие. Следствие обычной человеческой безответственности и халатности. Поэтому при обращении с электроприборами не пренебрегайте осторожностью и внимательностью. От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких. Новости телеканала Луч Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин